Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева и смотрите сегодня выпуски. Придорожная торговля должна быть на уровне. Русские витязи заявили о себе. Ход конем сегодня во всем мире отмечает День шахмат. В совещании о качестве придорожного сервиса провел сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Вениамин Кондратьев. В режиме видеоселектора на связь вышли все муниципалитеты Кубани. Продумать вопрос создания вдоль въездных трасс мест для семейного отдыха – такое поручение глава муниципалитетов дал руководитель региона. Это должны быть цивилизованные автостоянки, где у туристов будет возможность передохнуть с дороги и перекусить. До 1 сентября от каждого района Кубани ждут предложений, в том числе и в вопросе наведения порядка в придорожном сервисе. Пусть ряды будут, но ряды будут с каждым своим витром. Я о чем сейчас говорю? Сегодня все равно, как бы мы ни говорили, мы эту тему без конца поднимаем и без конца она остается на своем же уровне. Не решение, я имею в виду. Вот очень четкий алгоритм, каким образом сегодня привести весь придорожный сервис в плане именно торговли, под какой-то один знаменатель. Работа сельскохозяйственных ярмарок вдоль въездных трасс – тема, которую временно исполняющий губернатора Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с главой Анапы Сергеем Сергеевым. Все-таки, может быть, какой-нибудь кубанский акцент поставить где-то, поселок Уташ. Вот у Таши-Джигинском проблема существует, ну, наверное, уже больше десятка лет. Именно вот поэтому, что мы видим на экране. Это земля поевая, выделенная фермером. Создание самой ярмарки, оно полностью бойкотируется вот этими девятью фермерами, но мы нашли альтернативное решение рядом. И я бы просил, чтобы управление федеральных дорог нам согласовало, если это не будет угрожать безопасности дорожного движения. Согласовало размещение. У нас 11 всего придорожных ярмарок. Вот одна проблемная, остальные мы все привели в соответствие. Глава Анапы также поднял вопрос взаимодействия с контролирующими ведомствами, полицией и Роспотребнадзором. Если протоколы на нарушителей складывают мертвой стопкой, не принимая действенные меры, то результата от такой работы не будет. Сергей Павлович, он достаточно такой человек, который он как бы неуемный. Если у него вот ради комиссии и ради протоколов он не работает, у него есть, точнее, что-то, ему надо результат. Пока он результат не добивается, он считает, что ничего это не работает. По завершению краевого совещания глава Анапы дал ряд поручений городским службам. Одной из них – провести ревизию всех объектов придорожного сервиса. Во второй половине рабочего дня глава курорта сам объехал въездные трассы. В эти выходные впервые прошел фестиваль «Русский Витязь». Его почетными гостями стали временно исполняющие обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. Место исторической реконструкции – лесная поляна, недалеко от замка Львиная голова. Рыцарские доспехи, старинное оружие, стилизованные ремесленные ярмарки стали яркими деталями фестиваля «Русский Витязь». Организаторы «Русского Витязь» посвятили мероприятие 70-летию Великой Победы. И это неудивительно, ведь фестиваль проходит на подъеме патриотического духа. Почетные гости турнира, временно исполняющие обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Анапа Сергей Сергеев с интересом осмотрели место баталий, пообщались с участниками фестиваля и получили в подарок памятные сувениры. Арт-фехтование, элементы конного боя, стрельбу из лука, бои на ножах – фестиваль был пронизан соревновательным духом. Золотые, серебряные и бронзовые медали получат участники состязаний. Особенно яркое впечатление оставили участники конкурса воинского обмундирования и доспехов. На них с нескрываемой завистью смотрели мальчишки. Пришлась зрителям по сердцу и стрельба из лука. Я считаю, например, что данный фестиваль очень полезен именно людям от мала до велика. То есть приобретая опыт детский, игр вот этих, стрельбы из лука, сами вытачивали луки и так далее, он, как видите, вот пригодился здесь. В мишень я попал. После тяжелой и продолжительной болезни на 56-м году жизни скончалась член Союза журналистов СССР Лариса Ивановна Басова. Лариса Басова получила специальность журналистика в Воронежском государственном университете. Позже стала бакалавром Пряшевского госуниверситета в Словакии по специальности «Богословие». Работала редактором газет «Южный Урал», «Комсомольская правда» в Оренбурге, «Московские комсомолец» в Оренбурге, была лауреатом престижной премии «Золотое перо Оренбуржье». После переезда в наш город-курорт Лариса Басова пришла работать на телерадиокомпанию «Анапа-регион». Она была требовательной к качеству материалов, умела легко найти информационный повод, и излюбленными темами ее сюжетов были люди, судьбы которых ей удавалось раскрыть с потрясающей полнотой. Она была из тех людей, которые стараются объять необъятное и никогда ничего не откладывают на завтра. И, видимо, она была права. Я могу без преувеличения сказать, что сегодня скорбит вся «Анапа». Ее знали многие. За время работы на студии она создала много проектов, она написала огромное количество интересных, запоминающихся репортажей. И в каждой она вкладывала душу. Кто бы мог подумать, что сюжет собственной жизни она оставит недописанным. При участии Ларисы Ивановны был выпущен цикл передач об анапчанах «Героях Великой Отечественной войны. Память сердца». Цикл авторских программ о культурной жизни города. Создан мини-фильм о ребятах из детских домов, приемных семьях и другие. Стильм ее работы в качестве редактора «Анапского телевидения» стала требовательность к качеству материала. Одновременно она всегда оставляла простор для творчества всей съемочной группы. Очень сложно говорить о Ларисе Басовой в прошедшем времени. Еще сложнее подобрать нужные верные слова. Мне кажется, это был очень светлый, очень добрый человек. И я думаю, что память о ней надолго сохранится в наших сердцах и в сердцах телезрителей. У одного поэта есть такие строчки. «Все мы умрем, людей бессмертных нет, но это всем известно и не ново. Но мы живем, чтобы оставить след. Дом или тропинку, дерево или слово. Я думаю, те слова, которые Лариса говорила в эфире, будут очень долго помнить о молчании и все, кто ее знает». Лариса Ивановна Басова до самого последнего момента принимала участие в жизни и работе телеканала «Анапа. Регион». Светлая память о ней всегда будет жить в сердцах ее близких, друзей и коллег. Жилищный вопрос всегда один из наиболее острых и важных для каждого человека. Собственное жилье не роскошь, а необходимость. Но как его приобрести рядовому гражданину? Об этом расскажут на уникальной ярмарке квартир, которая пройдет в Анапе впервые. Ежегодно растущие новостройки выглядят на курорте соблазнительно. Новые районы, развивающаяся инфраструктура, желанные квадратные метры отдельного собственного жилья. Это теперь доступно. В Анапе пройдет первая в своем роде ярмарка квартир. Ведущие застройщики объединения застройщиков «Юга» приедут к нам в Анапу для того, чтобы рассказать и показать нашим жителям, как можно приобрести квартиру, не выходя из дома. Главным лозунгом нашей ярмарки будет квартира с доставкой на дом. Будут представлены более 7 тысяч квартир. Наши застройщики будут проводить консультации, рассказывать о планировках квартир, рассказывать, какие программы возможны для приобретения этих квартир. Участником ярмарки может стать любой желающий. Причем квартиры предложат не только на территории нашего курорта. Краснодар и города Краснодарского края, Ростов и Ростовская область участвуют в проекте. Эконом-класс и комфорт, и даже комфорт-плюс – такая классификация у предлагаемого жилья. Чем различаются эти категории, можно как раз и узнать на предстоящей ярмарке. Смелее знакомьтесь с условиями. Приобретение жилья осуществимо и допустимо. Всегда, если поставить цель, то можно ее достигнуть. То есть многие считают, что покупка квартиры – это достаточно проблематично и тяжело. Но мы хотим доказать, что купить квартиру даже и молодым семьям, военнослужащим и студентам – это возможно и реально. И те программы, которые у нас разработаны, они как раз способствуют этому. Анапчаны гостей курорта ждут 24 июля в 10.00 по адресу улица Астраханская, 102-Б, в офисе анапского филиала «Банка Кубань-Кредит». В курортный сезон отдыхающие любят не спеша прогуляться по красивым анапским улочкам и подчас не задумываются, где перейти дорогу. На курорте большое внимание уделяется пешеходным зонам, разметке пешеходных переходов. Но аварийность с участием пешеходов растет. Отдел ГИБДД по городу-курорту совместно с отдельным взводом и ротой ДПС ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений пешеходами и водителями. Прохожие любят переходить дорогу в неположенном месте, а водители, в свою очередь, не торопятся уступить преимущество пешеходам. Аварийность растет. «За прошедший период 2015 года на территории муниципального образования города Курорт-Анапа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 9 человек погибло и 14 получило ранения. Перечисленные дорожно-транспортные происшествия являются ДТП с участием пешеходов и, как правило, по вине пешеходов. Основным нарушением пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте». За нарушение предусмотрены штрафы. Пешеходам за переход проезжей части в неустановленном месте 500 рублей, водителям, не уступившим дорогу пешеходам – полторы тысячи. Но никакие штрафы не сравнятся с ценой жизни, которой можно лишиться по невнимательности и халатному отношению к правилам дорожного движения. Особое внимание водители должны обратить на детей, ведь Анапа – детский курорт, а маленькие пешеходы еще не могут контролировать свои действия. 20 июля во всем мире отмечают День шахмат. Инициатива этого праздника принадлежит Французской ассоциации шахматистов. У этой настольной логической игры много поклонников. Маленькие шахматисты курорта отметили свой праздник в спортивном состязании. «Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся». В Гайкадзорской средней школе номер 14 прошел турнир по шахматам для ребятишек возрасте от 7 до 10 лет, приуроченный к Международному дню шахмат. Весь год начинающие шахматисты усердно учились и тренировались, чтобы проявить себя на турнире. «Как сказал Петросян, шахмат – это гимнастика, это девятый чемпион мира. Шахмат – это гимнастика ума, то есть тоже спорт. Тренировки проводятся три раза в неделю для самых маленьких и чуть постарше, если там четыре, даже пять. В старших группах пять раз в неделю тренировки. По два, по три академических часа. «Начинающим шахматистам хотел бы посоветовать увлекаться этим, быть фанатом в этом виде спорта. Потому что только фанаты, вернее, те, кто фанатично увлекается спортом, из них получаются спортсмены высокого уровня в любом виде спорта, не только в шахматах». Маленькие любители этого вида спорта гордятся своим выбором, ведь шахматы давно в почете. Привитая любовь к игре с раннего возраста развивает умственные способности и творческое мышление, что очень помогает в учебе. «Я сам пришел, посмотрел, что-то шахматами кто-то занимается. Пришел посмотреть, поиграть, потом понравилось». Шахматы – игра полезная. Главное – отвлечь детей от улицы, чтобы они росли умными, воспитанными и трудолюбивыми. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Во вторник, 21 июля, в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-28 градусов, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный – 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы «Новости» Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. hundred capacity był. Рассрочка сдачи первой очереди – 4 квартал 2017 года.